Ииии всем привет ребят, с вами Собранька, сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня у нас пятница, сегодня у нас начался новый замечательный спецрежим, связанный с ДМК, попробуем его затестировать, посмотрим на какую карту у нас вообще закинет, по картам у нас есть Форест, есть Чернушка и есть, если я не ошибаюсь, Тишина. Да, посмотрим насколько интересный этот ивент с Днем Духом преподнесли нам разработчики, посмотрим насколько актуально все и насколько часто падают голды, ведь голды на сегодняшний день это одно из самых актуальных вещей в рамках нашей мини-игры, потому что очень многие ловят конфеты, ловят голды и формят кри к Черной Пятнице, поэтому надеемся на то, что получится тоже что-то посмотреть в этом режиме, ну и самое главное, посмотреть насколько много кристаллов и опыта можно заработать за одну матчмейкинговую катку, поэтому если вам нравятся подобного рода видосы, то обязательно поддерживайте их лайком, сегодня мы скатаем как раз таки на Викинго Молоте с адаптивной перезарядкой, попробуем реализовать именно эту комбинацию, если в предыдущей ДМке я пробовал катать именно на Викинга Громе с вакуумными снарядами, который тоже очень себя хорошо показывал, по сути наверное в этой ДМке можно его тоже реализовать, но попробуем Молоте с адаптивкой, надеюсь что он тоже себя очень неплохо покажет и можно будет показать неплохой результат. Так, нас закидывает на тишину, которая уже начатая, по сути мы можем наверное таки даже ее перепикнуть, чтобы сыграть полноценный полный бой, а не играть уже начатую катку, ну и заодно можно вообще посмотреть что у меня по заданкам, может быть нам удастся даже всем ежедневки выполнить за одну катку, да, в принципе можем вот так вот сделать, сегодня я также думаю что попробую пройти нашу замечательную мини-игру, наверное уже не на этом видеоролике, а на одном из последующих, посмотрим повернется ли мне удача и сумею ли я дойти до заветного Молота с Пульсарчика, если получится, то будет очень круто, так, но сегодня у нас не об этом, сегодня у нас все конечно же ОДМки, нас закидывает на опять начатый Форест, блин, но запикает меня на новую катку, а не на вот такие вот каточки, которые уже близятся к своему логическому завершению, мне все-таки хотелось бы, чтобы меня запикало как раз таки на новый боечек, и мы вместе с вами красиво смогли реализовать всю эту комбинацию, ну и также ребяточки не забывайте про то, что у нас стартовал розыгрыш, который я назвал компенсацией ей на целых 3 миллиона кристаллов, в описании ссылочку на него тоже оставлю на этот видеоролик, где вы можете перейти и посмотреть, что у нас вообще там имеется, ух ты, это ДМ без резиков, резиков, уууу, ДМ без резистов, а вот это очень и очень интересная вещь, если честно я вам скажу, ДМка без резистов это то, где, например, такой гром как с вакуумными снарядами будет очень жестко показывать результат, также Рой будет очень хороший результат здесь показывать, молот с адаптивкой тоже хорошее вооружение, но я все-таки, наверное, склоняюсь к тому, что адаптивочку, наверное, немножечко тяжелее будет реализовать вот на таких подобных картах, чем, например, гром с вакуумными снарядами, но посмотрим, посмотрим. Также Рикошет с Гелиусом тут тоже будет очень хорошо смотреться, по сути, в таких ДМках, в которых нету резистов, очень большое количество вооружений сразу открывается с точки зрения хорошего балансика, балансика, поэтому посмотрим, потестируем, может быть и эта комбиночка себя здесь очень и очень неплохо проявит. Так, сводка в меня пытается залететь, но мы сразу сближаемся. По сути, здесь Скорпион с Кризисом вообще ваншотает противничка, так же, как и вакуумка, которой можно откидывать урончик от стеночек, она тоже будет ваншотать, поэтому что то вооружение, что это, можно очень эффективно и круто использовать. Ну и вот так вот тоже на молоте можно ваншотиксы раздавать. Круто! Я даже как-то забыл, что это ДМ как раз-таки без резистов. Без резистов это супер круто, это прям вот безумно круто, но для безреза, наверное, все-таки молот с как раз-таки адаптивной перезарядочкой, наверное, не самая лучшая темка. Тот же Блондербасик можно попробовать здесь реализовать, потому что нету ни броников, нету ни резистов, но по сути резисты особо сильно-то и не чувствуются, а вот чувствуется броненосец. Броника здесь нету, да, то есть уже неплохо может себя тоже все это дело показывать. А так, вы видите, что Викинга Молот уже не так себя комфортно чувствует в катке, где нет резов. Да, здесь уже другие вооружения преобладают и показывают лучшие результаты. Но пока что, пока что, посмотрим. Я все-таки запикался в вот такой более начатый бой, поэтому немножечко тяжеловато сейчас раздуплиться и начать показывать результат, но может быть сейчас попробуем. Может все это дело еще полетит у нас в рамках этого боя. Главное, это, конечно же, дамажить тех противников, которых мы можем ваншотнуть. Ну и плюс желательно грамотно реализовывать свой овердрайв. Так, Молот с подавлением и еще на воспе с подрывником. Ну это вообще просто лютейшие комбинации какие-то используют молодые люди. Так, попробуем сейчас вот этих двоих оприходовать. Одного есть. Так, есть там АФК танк. Блин, и мне молот в спину прилетает. Но то, что без реза и то, что неожиданно можешь улетать на респ, это, конечно, максимально неприятно. Но это неприятно для всех, потому что я так же сам могу спокойно ваншотить танки. Но за счет, кстати, вот этих ваншотов выйти на какое-то большое количество киллов, наверное-таки тоже не так просто. Пробуем. Хорошо, есть контактик. Очень грамотно было слить как раз-таки этого молодого человека до подбора овердрайва. Получается, мы себе еще плюс-оверку засейвили. И неплохо законтролили Моментикс и противника. Так, вжимаемся здесь. Блин, ну как тут можно вжиматься? Тут просто надо на ДАшке все время ехать. Здесь этот Гелиус, это просто ужас, это мрак. Здесь Гелиус очень сильный. И надо очень аккуратно двигаться, чтобы не получать безумно большое количество урона. Чтобы не улетать вот так вот на рез. Лучше, конечно, на ДАшке катить потихонечку. Ну, либо же просто использовать какой-то другой дрон. Но я, если честно, не ожидал, что это как раз-таки ДМ-ка без резов. Я то ли не читал информацию, то ли уже забыл о том, что это ДМ-ка без резистов. 20 киллов у нас практически есть. 9 минут еще до конца. Ну, хотя бы какие-то 60, я думаю, что здесь можно будет выйти. Но я думаю, что по ощущениям здесь вакуумные снаряды будут очень хорошую прибыль показывать. Прям очень хорошую. Что вакуумные снаряды, что Риг с Гелиусом, что... Ну что здесь можно еще использовать такое прям хорошее, контентовое. Скорпион. Скорпион здесь тоже будет очень хорош. Очень хорош. Но молот... Да, молот крут. Но вы видите сами то, что карта... Ну вот именно эта, да? То есть она такая более большая. И за счет того, что здесь надо довольно много двигаться по карте, то не так круто себя этот молот реализует. В принципе, наверное, не супер плохо, да? Но не и прям бомбически, да? Например, на такой карте, я думаю, что как раз таки вакуумные снаряды мы себя бы показали бы точно лучше. Потому что стенок очень много всяких разных, от которых можно откидывать урончик. И можно немножечко накидать на бэмсить. Так, пробуем сливать. Он с Гиперионом играет. Молодой человек. Но лагает он больше, чем играет, по ощущениям. Так, пробуем сливать. Здесь еще есть немножечко нулевого урона. Нулевого вообще не было. Было бы, конечно, получше. Так, тридцатка у нас. Тридцаточка у нас. Потихонечку выходим уже на неплохой результат. На неплохую прибыль. Было бы неплохо, конечно, еще контролировать овердрайвы на центре. Но что-то как-то про них я особо сильно не помню. Так. Ага. Хантер. Хорошо. Но добавляет он сам, да. То есть я по нему не успеваю добавить. Пробуем слить вот этого. Но сливать его тоже не успеваем. Тридцать скиллов. Постараемся забрать здесь первое место. По идее, мы должны успевать здесь контролейшн этот делать. И, ну, вот таких вот, например, мы точно должны всегда соло забирать. Ну, как и викингов, которые прожимают с респа как раз-таки не броню. Так. И падает у нас оверка. У меня 95% овердрайва. Если додожмет с респа, то это ваншот. Но он даже вообще ничего не жмет. Так. Овердрайвикс. Овердрайвикс. Можно было, если честно, жаться. Можно было успевать. Но я что-то испугался рисковать. Хотя можно было, если честно. Можно было и рискнуть. Так. 35 киллов. На какие 60 мы точно здесь выйдем? Я уверен в этом. Но это не сказать, что, как говорится, большой крутой результат. То есть в теории это, конечно, не так много. В теории это не такой прям бомбический результатик, которым я был бы доволен. Так. Хантер, выжимаю оверку. 40 киллов. 40. Сороковочка. Ну, блин. Ну, круто, круто, круто. Здесь и вообще, по идее, и страйкеры с дистанционкой можно реализовать. Очень неплохо. И... Ну, и все, все скорпионы, все молоты, граммы. Все это будет очень эффективно. И паладин здесь тоже будет смотреться очень круто. Паладинчик здесь будет тоже давать хорошую, очень контентовую прибыль. По ощущениям. Так. Вот эти, конечно, молодые люди здесь такие неприятные играют. Но, но, самое плохое, что я вижу прямо сейчас, это то, что здесь нет повышенных шансов выпадения голдов. Голдов вообще нету. А если бы здесь были бы еще бы и голды, то здесь бы можно было бы на сплэш-пушках давать столько киллов за счет того, чтобы игроки бы играли бы на каких-нибудь хопперах, ловили бы голды, и здесь можно было бы врываться и постоянно давать безумную прибыль. Я вот уверен. Потому что там ваншоты по хопперам начинаются сразу, стабильные. Если тут викинг на накидке тоже неплохо залетает, то что уже говорить о хопперах, которые бы просто летели бы нарезку. Но, ладно, ладно. Нету голдов, это, конечно, что-то непонятное. По идее у нас с Днем Духов, как и в прошлом году, должно было быть две пары выходных с как раз-таки повышенным шансом выпадения голдов. А у нас, как вы видите, здесь повышенного шанса выпадения золотых ящиков нету. Хоть и об этом информация была, но я думал, что это как раз-таки опечаточка. А оказывается, нет, оказывается, это не опечатка, оказывается, реально повышенного шанса выпадения голдов нету. И это чисто демочка, на которой можно и нужно бэмсить на киллочки. Так, вот этот молодой человек, конечно, очень неприятный, когда особенно он переключается на ДД со своим блондерчиком и может меня в любой момент ваншотнуть. Но, ладно. Так, три с половой у нас до конца. Попробуем сейчас еще что-то здесь накилять. Ух, как мне блондерчик сейчас залетел в спину, не кисло. Ну, и видите, да, то есть по киллам здесь тоже все очень-очень равненько идет. Здесь прям особо даже отрывчика никакого нету. То есть здесь максимально близкие счета у большого количества игроков. Но, я думаю, что на сотку, если здесь выходить, да, если поймать хороший тайминг и выходить на сотку, то за соточку можно очень неплохо здесь заработать кристаллов. Но для этого надо тоже очень неплохо постараться. Так, овердрайв на центре у нас лежит. Никто его пока что не контролирует. Так, я... Ой, успел! Шикарно. Блин, это было рисково, если честно. Переключение на нитрочку было такое. Опасное. Пробуем, пробуем. Еще одного. Нет, еще одного не успел, к сожалению. Так, ну, пробуем все равно его забрать. Отлично. 57. 57 килов в 2,5 минуты. Пробуем выходить на 70. В теории, концы на 70 у нас в этом бою имеются. Так, противничек здесь что-то, что-то, кто-то, что-то интересно так играет. Ладно, давайте вжимаемся. Пробуем. 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 Ой, хорошо! Вот это был очень хороший овердрайв. Это был прям шикарный овердрайв. Очень неплохо залетел. На где-то килов 7, наверное, залетело. Может, даже 8. Вот это была очень хорошая оверочка. Реализация. Залетела у нас. Так, пробуем. Подзабрать, подзабрать. Хорошо. И меня тоже забирают. 67, 2 минуты до конца. В теории, у нас есть шанс еще законтролить центральную оверочку. И попробовать еще дать небольшое количество киллов. Так, оверка у нас, по идее, должна быть где-то через минутку. То, что ваншоты залетают по средним танкам, это, конечно, ну, идеально круто. При том, что эти ваншоты будут лететь с большого количества разных вооружений. Так, это что? Овердрайв падает. Овердрайв падает. Так. Контролим, 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 контролим. Отлично. Контролинг залетает. Так, ну и то, что мы здесь улетаем на респ. Ничего страшного. Попробуем сейчас еще как-нибудь грамотно где-нибудь прожаться. Желательно это делать, конечно же, от верхней линии. И пробовать забирать здесь оппонентиксов. Так, пробуем. Так, это мы просто сбили. Дрон. Теслочка на накидочке. Отлично. Плюс кильчик. 40 секунд до конца. Можно попробовать здесь еще по вот этому хоречку накидать. Отлично. Его тоже сбриваем. 75. Все, надо уже пробовать как-то где-то искать зону для овердрайва. Для прожатия. Ну, можно попробовать вот это вот так слить. Вот это вот так тоже забрать. Или с него просто начать. Так. И здесь на верхней линии нам уже надо вжиматься. Нам надо вжиматься, потому что времени у нас уже по сути нету. Нету, 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 нету. Так, и еще вот этого в стеночке. Нет, к сожалению, не забираю. Так, Теслочка меня убивает. 80. Я думал, что сначала на 60 выйти. Потом думал на 70. А по итогу 80-ку с начатой катки сумел забрать. Десятка по крисам. В принципе, ну, наверное, это неплохо. Если учитывать тот факт, что большое количество игроков как раз таки также играет на киллы. И я даже успел чуть-чуть от них оторваться. И чуть-чуть больше дать килл очков. Думаю, что в среднем, если брать с такой катки по 1000, так 12 опыта и кристаллов. А если бить 100 киллов, то вы и будете примерно так получать. То можно очень неплохо здесь зарабатывать. Можно формить крисы. И спокойно, комфортно играть в демочку без резистов. По моему выбору, я думаю, что в первую очередь я бы советовал использовать здесь грома с вакуумкой. Молот с адаптивкой также работает. Можно попробовать роя со скорпиончиком. И можно попробовать тот же, наверное, бландер басик. Он здесь тоже на молот может очень неплохо показать себя. Ну и, конечно же, рикошет на гелиус. Вот эти вот 4 комбинации я бы советовал вам использовать в этой демке. Можно, конечно, еще страйкера с дистанционкой попробовать. Но карты, наверное, не супер подходящие для как раз-таки страйкера с дистанционкой. Поэтому попробуйте, поиграйте. Я думаю, что демочка должна себя очень неплохо такая реализовать. Поддерживайте данный видос лайком. Если вам понравилось, а также пишите, что вы думаете по поводу этой демки. Подписывайтесь на канал и участвуйте в розыгрыше на 3 миллиона нашей замечательной компенсации. Также у нас от танков совсем скоро будет компенсейшн. Ну и не забывайте про тег создателя контента, который находится в настройках игры. В аккаунте, кем у личный тег это тег темп. Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше на 1 миллион кристаллов и на 20 тысяч танков. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok